Добиться украинцы понять и зрозумить можно Марлен Дитрих и миллионы немцев. Марлен Дитрих, шизанутая, приползла к коммунистическому пропагандисту, писателю так званому Паустовскому, кажется, и стала перед ним на колени за немецкий народ, за фольк немецкий, прошла прощения за что? Она что, была нацисткой? Она что, была гитлеровской? Нет. Она была проанглосаксонской, пела американские песни и тому подобное. Дело не в этом. Понять можно миллионы немцев, которым показывали лишь только деяния Холокоста и деяния преступника Гитлера, то есть 6 миллионов замордованных невинных евреев. Понять можно, но нельзя понять украинцев, которые говорят, что, да, какой-то сумбурно так говорят, куртуазно, какой-то голодомор, голодомор какой-то там или там какие-то репрессии станут, это кулаков окулачивали, вот. Вот теперь они понимают, наконец-то, вот те, вот те еще украинцы, так званые украинцы, Савка Нерестилища, быдло советское коллективное. Можно даже понять англосаксов, наших братьев, которым пофигу. Вот говорит сталинский пропагандист Бернанд Шоу, что все веселее и счастливее становится жизнь в Украине, в советской Украине. Ну и фиг с ним, говорит, значит, так оно и есть. Значит, это их не касалось. Голодомор, сталинские репрессии, выважение миллионов патриотических украинцев в Сибирь, гулаги сталинские и тому подобное. Это их не касалось, поэтому им было это Донкея. Шайс Эгаль. То есть, вот когда их коснулось, когда, значит, гитлеровские субмарины подплыли к Вашингтону и начали обстреливать конвои американские, которые направляются в помощь Британии, которая передавала Лендлис этому гребаному совку. То есть, их понять можно. Это не ихний голодомор, это не ихние сталинские репрессии, а это ихние бомбанировки Лондона, Фау-1, 2 и тому подобное. И опять-таки, трудно понять украинцев, потому что это их голодомор, это их сталинские репрессии. Значит, по всей сути вероятности, значит, тех украинцев уже не лишилось, а лишились те, которые просто тех истребили, в голодоморе, в сталинских репрессиях повозили, а приехали те украинцы, те люди, которые стали советскими украинцами, которые не хотели знать, как и американцы, что был голодомор, 10 миллионов, в Холокосте 6 миллионов, 10 миллионов, 6 миллионов, где больше? Плюс сталинские репрессии и уважение украинцев. Где больше? Но Гитлер напал на Украину. Не СССР, не банда Муравьева в 1918 году напала на Украину, заняла Киев, истребила 10 тысяч украинцев, выжигала, выпаливала кресты, эти гребаные криминалисты, которых вешали в Германии, в культуру так вошло, вешать в Германии и в Скандинавиях, в странах скандинавских преступников, всяких воров, сбатшинцев, маньяков и тому подобное. А в СССР это люлюкали. Значит, они выпаливали кресты на животах беременных женщин, украинок наших, крови наших, нации нашей. И это пофигу украинцам, пофигу англосаксам было. Но Гитлер напал на Украину. Значит, получается, в школе же нам учили, в Харькове, что преступник должен всегда быть пойманным. А если преступник в 1918 году оккупировал Украину, занял ее, истребил украинцев в Голодоморе, миллионы репрессий, вообще мародерство, вообще это жуть. И он не был покаран, а был покаран Гитлером, который Киев бомбили, нам объявили. Но это справедливо. Пришла оппозиция Сталина и Гитлера. Это логично. Преступник как-то был покаран. А как можно не покарать за вот эти злодеяния, и потом эти злодеяния превратятся в закон. Значит, такие законы же не работают от Божьей милости. Значит, преступник, когда чувствует безнаказанность, это ему входит в кайф. Он еще дальше, больше, дальше, больше и больше, дальше. И возводит это в патриотизм, его злодеяния свои. И вот за эти злодеяния в 1941 году, 22 июня, и был покаран гребаный Сталин. Покаран Гитлером, его оппозицией. Киев бомбили, нам объявили.